Библейский портал экзегет.ру представляет В рамках проекта, представленного порталом экзегет.ру, поговорим о 10 главе Евангелия от Луки. Первая половина этой главы посвящена тому, как Господь снова отправляет своих учеников на проповедь уже 70. И говорит им, идите и благовествуйте, и туда, куда вы придете, где вас примут, свидетельствуйте о том, что приблизилось Царство Божье, Царство рядом с вами. Но Господь при этом говорит своим ученикам, не выбирайте тех, кому обратиться, точно так же, как в притче о сеятеле. Бог не выбирает, куда сеять свое слово. Так заповедует Иисус и ученикам, и говорит он им, где вас примут, там вас примут. А если кто-то не примет вас, просто уйдите, просто уйдите, отрихните пыль с ботинок и уходите. Он тем самым не поручает своим ученикам решать вопрос о дальнейшей судьбе тех, кто в данный момент на свидетельство учеников не отреагировал. Ну, потому что люди в подобной ситуации крайне склонны сказать, ах, ты не откликнулся на мою проповедь, значит, будешь лизать сковороду. Ну вот, или пусть сойдет огонь с неба, как мы видели такую идею в предыдущей главе. Но Иисус не разрешает этого. И, кстати, возможно, что тема-то ведь этого изникала неоднократно. Он же много чудес совершил, и для его учеников важно было научиться тому, что чудеса совершаются ради спасения конкретного человека, а не как миссионерский инструмент, чтобы ими потом хвастаться. Вот для учеников важно было запомнить, как Иисус все время, совершая какие-то чудеса, говорит исцеленным, иди и никому не говори, иди и никому не рассказывай. Да. И здесь тоже он им говорит, совершайте чудеса, если это будет нужно, проповедуйте, благовествуйте, но не вы определяете, так сказать, дальнейшую судьбу этих людей, не вы призваны судить их, зато откликнутся они или нет. И ваша проповедь не для того, чтобы проверить, как эти люди отнесутся, а для того, чтобы дать им возможность. И вот Господь говорит о том, своим ученикам о том, что важно не то, как ваши слушатели отреагируют на вашу проповедь. Вас, в конце концов, это вообще не должно заботить, а важно то, как они относятся ко мне. Понимаете, в этой картине мы видим, что Иисус не согласен на то, чтобы кто бы то ни было был посредником между ним и людьми. Даже апостолы, которых он посылает на проповедь, тем не менее, такими опосредующими звеньями между нами и Иисусом Христом быть не должны. Это очень серьезная, на самом деле, вещь о том, как устроено Царство Божье, о том, как устроена, на самом деле, устроена Церковь. Там, в этом Царстве, Царь есть, подданный есть, а никаких промежуточных звеньев нет, просто не существует. Ну, если мы посмотрим на социальные структуры человечества в этой жизни, то я думаю, что станет понятно, насколько Царство Божье в этом смысле привлекательнее. И вот после того, как 70 учеников исполнили поручение Иисуса, они возвращаются к Нему радостные. Многие рассказывают о чудесах, которые произошли. И бесы повинуются, и исцеляются больные. И Господь говорит им, да не тому вы радуетесь, что духи вам повинуются, а тому, что Царство Божье в вашей жизни, а тому, что имена ваши написаны на небесах. Вот это по-настоящему важно. И после этого он молится и радуется сам, и славит Бога, говоря, благодарю тебя, Отче, что ты открыл это младенцам, утаився я от мудрых и разумных. Он говорит о вот этой принадлежности человеческого сердца, человеческого разума, человеческой жизни, Царству Божьему. Вот ты открыл это людям, которые, может быть, и не вполне готовы, но которые согласны, которые согласны жить и действовать по законам этого Царства. И, собственно, дальше вторая половина этой главы включает в себя одну из самых знаменитых притч Господа Иисуса, притчу о милосердном саморенении. Господь рассказывает ее некоторому законнику, который пришел к Иисусу с вопросом, видимо, вопрос такого рода задавали ему многие люди, и постоянно пришел к нему законник и говорит, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Господь спрашивает его, а ты знаешь, что в законе написано? Что ты там читаешь? Он действительно законник, образованный человек, все хорошо знает, поэтому он его сразу цитирует, как на экзамене, «Возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя». На что Иисус отвечает ему человеку, «Ну, что тебе еще-то надо? Какие еще ответы тебе нужны? Так поступай и будешь жить». Без всей дальнейшей притчи уже эти несколько слов чрезвычайно важны, потому что любому человеку на вопрос, как этого добиться, как нас, что делать, чтобы наследовать жизнь вечную, Иисус предлагает вот этот вот ответ. Но дело в том, что, я бы сказал, этот ответ слишком прост, чтобы нам понравиться, и он слишком практичен, чтобы следовать ему, потому что вот, люби Бога и люби ближнего, как самого себя, иди и действуй, вот перед тобой вся жизнь для того, чтобы реализовывать эти две заповеди, не Беном Ньютона. Но книжник очень по-человечески пытается найти какие-то ограничения для того, чтобы можно было не думать, для того, чтобы можно было реализовывать эти заповеди, ну, условно говоря, не творчески, не прикладывая сердце к этому. Ну, хорошо, он готов любить ближнего, как самого себя, но только список ближних мне, пожалуйста, предоставьте, вот так, кто мой ближний. Потому что это не такой очевидный на самом деле вопрос. И слушатели, включая книжника, ожидают, что Иисус, может быть, скажет там, «Твоя семья» или «Твоя семья и ближайшие соседи и коллеги по работе», или там, вот, «Весь народ». Может быть, кто-то думает, может быть, он скажет там еще какую-нибудь обобщающую категорию вплоть до всего человечества. Но, как это часто бывает, ответ Иисуса оказывается очень неожиданным. Он рассказывает ему историю про некоторого человека, попавшимся разбойником, его ограбили, избили, бросили на дороге израненным. И вот мимо проходит священник, который посмотрел и ушел. Левит тоже посмотрел и ушел. Потому что и тот, и другой не хотели прикасаться к окровавленному человеку, потому что это религиозное осквернение, ну вот, со всеми вытекающими отсюда последствиями. А шел этот самый самарянин, какой-то вообще еретик, иноплеменник, и человек, которого за его национальность все презирают в Израиле. И вот он, тем не менее, остановился и помог этому человеку. Само по себе тоже это чрезвычайно поучительно, потому что кто из этих троих похож на человека, можно задать вопрос. А в конце этой притчи, кто из этих троих больше похож на то, чем следовало бы быть человеку? Там этот священник, который ради некоторых религиозных принципов пренебрег страдающим человеком, или вот этот самарянин. Но Христос формулирует этот вопрос несколько иначе, спрашивает книжника, а как ты думаешь, кто здесь, кому ближний, кто был ближний попавшемуся разбойникам? Ну, ясное дело, книжник не может ответить по-другому. Он говорит, конечно, тот, кто оказал ему милость. И снова стереотип подразумевает, мы ожидаем, что Иисус сейчас скажет, ну вот, кто тебе милость оказывает, тот и есть твой ближний. И самое поразительное в этой всей притче последние слова, когда Иисус говорит, ну вот иди, ты делай так же. Он не израненного разбойниками приводит в пример, в ответ на вопрос, а кто мой ближний? А самарянина, который видит в том, кто ему встретился, страдающего и нуждающегося в его заботе человека. Вот иди, и ты делай так же. И тогда, подразумевает ответ Иисуса к книжнику, ты увидишь, кто твой ближний, потому что твой ближний тот, кто нуждается в тебе. И это совершенно удивительная вещь, которая, конечно, трудно бывает помнить, когда мы сами сталкиваемся с этим вопросом, но помнить ее совершенно необходимо. Субтитры подогнал «Симон»